И снова всем привет. Даю знание, даю свет, просвещение в массы. Меня зовут Олег Алавгудвин. Сейчас мы занимаемся мануальной терапией. У нас тренинг. Переходим к положению сидя, шею. Будем править шею. Шея в принципе такой. Чем ниже мы воздействуем на позвонки, тем больше работа идет за череп на наклоны. Чем выше поднимаемся к С2, С3 позвонкам, тем больше мы добавляем наклон с подкруткой. В итоге, выводя голову на положение по правилу 3 по 45. Значит, 45 градусов наклон, флексия, 45 градусов латера, флексия и 45 градусов ротация нос так, чтобы был на оси позвоночника. Вот в этой позе мы можем поправить второй позвонок толчком С2, то есть Аксис, да. Либо Атлант, но Атлант правится только на вращение. Соответственно, будем вращать челюсть и затылок. Для вращения можно использовать несколько подходов. Например, вот положили щипку на ручку, поднесли на меня, чтобы она просто расслабилась. И я своей рукой как бы отталкиваюсь, видите, от этого, от плеча. Расслабилась, расслабилась и толкнули. Ну и теперь сами приемы. Значит, упираемся, косточка этого пальца, в ребро получается, первое ребро. И у нас пойдет воздействие даже ниже. Это будет С6, С7, Д1, Д2, Д3, Д4 даже дойдет. Вот куда большой палец смотрит, примерно вот до сюда дойдет воздействие. Хорошо, там не человеком. С другой стороны, это же мы его и фиксируем. Почувствую, когда расслабился, расслабилась. И достаточно резко на свою руку, обоими руками, я просто на встречу другу провожу вправку. Теперь С7 конкретно, да, уже руку ставим горизонтально. Вот мы будем упираться, вот так вот. Можно добавить, это в поперечные отростки мы упираемся, да. Можно добавить еще в асистый отросток, косточку вот этого большого пальца. Вот двойной получается удар. Это для С7. С6, С5 поднялись выше. Добавляем поворот. Давайте оставим, чтобы было видно, наверное. В общем, С7. Раз. С5, С6 примерно. Вот сюда. С3, С4. Побольше. С2. Еще побольше вот туда ныряю, чтобы у меня рука отпружинивала от ключицы. У вас, видите, то есть упор должен быть, должен быть упор. Здесь упор можно впрещать сделать. Здесь упор включится. И чем идем выше по позвонкам, тем наша рука сверху сползает потихонечку к затылку. Вот это второй позвонок. И для атланта можно даже, вот так вот я в челюсть упираюсь, да. Легко просто вращаю, легко. Когда почувствую, что мышцы расслаблены. Раз, провожу вращение атланта относительно черепа. Там идет легкое движение. Поскольку у нас голова наклонена вот так получается, да. То есть вот это тоже мы поворачиваем. Когда вы поймете, как делать атланту, как выводить на эти углы 3 по 45, то вы можете подходить к человеку вообще с любой стороны. Например, вперед. Далее рефлексия. Ротация. Вот я могу этой рукой, например. Могу этой рукой. А можно, если шея вообще расслабленная, вообще просто пальчиками даже вот, почти не касаясь. Вот расслабить, расслабить. Вот она падает. Молодец, хорошо расслабилась. И тик. Просто пальчиками подкидывают. И атлант уже поставится. Там же все движение идет на 2 миллиметр. Чик-чик вот так. Легенькое. Поэтому не надо напрягаться. Не надо рвать, давить. И это обезопасит вас от всевозможных критических случаев. Делайте спокойно, но уверенно. Чтобы пациент вам доверял, вы должны быть сами уверены. С вами был Вальд. Итак, дорогие друзья, мы занимаемся исключительно практически. Отрабатываем все приемы друг на друге. Поэтому вам надо быть здесь, на этом тренинге. И я вам поставлю руки. Всему научу. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok